Другой взгляд на пожар в угольном бункере Рассказывает Парк Стивенсон Недавний спор о пожаре, потопившем Титаник, застал меня врасплох, так же неожиданно, как и остальных экспертов. Теория подразумевает, что злополучный огонь, полыхающий в бункере во время единственного рейса Титаника, ускорил его гибель. Но только мне так не кажется. Я рассматриваю пожар в ином спектре. На мой взгляд, трение угля фактически продлило жизнь к пароходу, и как следствие, это помогло спасти жизни людей, которым посчастливилось попасть в пасательные шлюпки. То, как я трактую пожар в угольном бункере, не просто очередная теория, которую я придумал. В процессе моего длительного исследования к этим выводам меня привел ряд взаимосвязанных свидетельств. Оно началось еще в 2006 году. Тогда закончилась экспедиция к месту крушения, где мы своими глазами видели путь вниз в котельную. И для меня это был финальный великий рубеж внутри острова Великого Лайнера. Котельные – последнее неизведанное место, которое нужно было исследовать. Мы не смогли организовать экспедицию, чтобы осмотреть котельные. Вместо этого мы провели анализ затопления с использованием компьютерного моделирования. В результате были вычислены показатели напряжения, которые возникали на каждом этапе затопления, их воздействие на конструкцию, разлом и полное погружение. Нас удивлял тот факт, что каждый раз, когда мы запускали компьютерную симуляцию, судно клянилось на правый борт, что подтверждали показания очевидцев. Но спустя некоторое время пароход заваливался в сторону поврежденного борта и тонул. Судостроители и инженеры, которые принимали участие в этом эксперименте, единогласно говорили, что на практике так обычно и происходит с пассажирскими судами подобного типа, когда они получают пробоину с правого борта. Суда заваливаются на правую сторону и уходят на дно, но «Титаник» стал исключением. Он изменил сторону крена, с правого на левую. В итоге пришлось корректировать компьютерную симуляцию, чтобы судно не заваливалось на правый борт. Таким образом, напрашивается вопрос, выявленный из нашего исследований, что послужило причиной для изменения стороны крена. Вряд ли есть какой-нибудь исторический прецедент для анализа. Единственная масштабная морская катастрофа, когда судно получило повреждения с одной стороны и заваливалось в противоположную сторону. Это катастрофа Коста-Конкордия в 2012 году. Причина нам известна. Это ветер. Анализ крушения Коста-Конкордии показал, что изменение крена было вызвано ветром, толкающим ее надводный борт в противоположную сторону, пока вода не проложила себе путь на правый борт через поврежденную переборку. Поэтому круизное судно завалилось на правую сторону. Обычно так не происходит, и, конечно, эта ситуация не относится к «Титанику», потому что, как говорят свидетели, в ту ночь был штиль. Так что же изменило сторону крена? Первым всплыли воспоминания очевидца пассажира второго класса Лоуренс Бизли, который за день до катастрофы заметил, что у «Титаника» есть заметный крен на левый борт. Он – школьный учитель физики, острый наблюдатель, обращающий внимание на малозначительные детали, и очень дотошный в описании событий. Бизли подробно рассказывает, как он определил, что у «Титаника» был крен на левый борт. Его повествования настолько точны, что мы смогли установить даже градус, приблизительно 2,5-3 градуса в сторону левого борта. Как думаете, почему у «Титаника» появился 2-градусный или 3-градусный крен? Немецкий пассажирский лайнер «Император» так часто кренился, что его прозвали «Лимператор». В первую очередь, это было связано с использованием тяжелых элементов интерьера, такие как мраморные колонны, расположенные на верхних полупах. Надстройка была слишком массивной, но «Титаник» при выходе из порта не кренился. Крен появился уже во время плавания. «И мы хотим знать, почему». Бизли снова дал нам ответ. Он заметил крен на левый борт за обедом 14 апреля и спросил казначея, по какой причине появился крен. «Казначей» ответил ему, «Должно быть, кочегары использовали значительную часть топлива в угольных бункерах правого борта». Тут-то я и вспомнил о пожаре в угольном бункере. Тление в бункерах – это обычное явление для судов того времени, ходивших под паром и питаемых углем. Такое часто случалось. Есть тонны загруженного топлива, сваленного в угольных бункерах, есть пароход, и, соответственно, не избежать вибрации, которая заставляет уголь тереться друг от друга. Это приводит к самовозгоранию. Открытый огонь бывает редко, и в случае с «Титаником» бушующего пламени не было. Скорее, это напоминает горящие угольки в барбекю. Они лежат глубоко в угольной куче. Способ борьбы таков – отправить на ликвидацию бригаду, которая излечет уголь и вскроет очаг тлена. Как только они добирались до места, где находился огонь, тлеющие угли обливали водой. Почему я говорю «тлеющие угли», а не полыхающее пламя? Потому что бригады работали в замкнутом пространстве бункера на протяжении нескольких дней, и при этом нет сообщений о потравлении дымом, удушье, ожогах или о чем-либо подобном. Бригады кочегаров трудились круглосуточно в замкнутом помещении. Они делали это без кислородного дыхательного аппарата. На протяжении всего рейса кочегары выкапывали светлеющий уголь и перемещали топливо, полностью опустошая бункеры от угля. Наконец, к субботе 13 апреля они добрались до очага возгорания и смогли его потушить. К тому времени бункер был пуст, по крайней мере, с правого борта. Около 600 тонн угля оказались в топках или их перенесли в бункеры левого борта. Мы знаем, что значительную его часть отправили в бункеры левого борта из-за крена, о котором Бизли говорил в воскресенье днем, и поделился этим наблюдением с казначеем, который отметил, мы шли с опустошенным бункером правого борта и с креном на левый борт. Его слова подтверждают наше предположение о том, что могло произойти с углем. Как перемещение тонн угля повлияло на устойчивость Титаника. Началось все с того момента, когда произошло столкновение с айсбергом, и вода хлынула в помещение правого борта. В носовой части был герметичный проход, который располагался внизу по центральной линии судна. Назывался он коридор для кочегаров. Распространение заборной воды на правой стороне могло замедлиться, когда она достигла коридора. И как только коридор заполнился, корпус Титаника наклинился на правый борт. Затем вода достигла вершины этого водонепроницаемого прохода и начала перемещаться на другую сторону, заполняя пустоты по обе стороны коридора кочегаров. В результате, эффект свободной поверхности внутри корпуса увеличился. Теперь уровень нестабильности Титаника начала расти, поскольку вода двигалась в сторону левого борта. Принимая этого внимания, наша компьютерная программа предложила новый сценарий, в котором крен на правый борт прекратился, как только вода затопила коридор кочегаров, после чего судно начало наклоняться в противоположную сторону. В течение следующих полутора часов Титаник боролся с этим, сначала сопротивляясь крену на правый борт, а затем меняя его на левый. По сути, на протяжении этого времени Титаник был стабилен. Он не кренился на правый борт и критически не заваливался на левый. Пароход не терял устойчивость. За это время успели спустить на воду практически все спасательные шлюпки. Очень редко суда тонут на ровном киле. Не часто получается использовать шлюпалки с обеих бортов для спуска имеющихся средств спасения. В том же 2012 году на Коста Конкордии, если вы посмотрите на фотографии ее левого борта, многие спасательные шлюпки находятся на шлюпбалках, потому что их не смогли спустить из-за сильного крена на правый борт. Люди не смогли до них добраться, поскольку они висели слишком далеко. Аналогичный сценарий мог бы разыграться и на Титанике. В нашей первоначальной компьютерной симуляции, где мы не исправили наклон на левый борт, не было возможности спустить на воду спасательные шлюпки. С левого борта они стали бесполезны. Спасательные шлюпки правого борта оказались слишком далеко, чтобы люди могли бы преодолеть расстояние между бортами и попасть в них. Последствия были бы плачевными. Спаслись бы единицы, если бы не та стабильность Титаника, которая заставила его бороться с повреждениями правого борта и выиграть время для того, чтобы команда благополучно распустила все спасательные шлюпки. Нам известно, что длительное воздействие источника тепла негативно отразилось на водонепроницаемой переборке. Судя по рассказам очевидца, тление слегка искривило ее, из-за чего она покоробилась. Кочегары нанесли на переборку дополнительный слой краски, слегка обновив и чтобы она не покрылась ржавчиной, пока судно не встанет на ремонт в каком-либо доке или в порту. Так насколько сильно пожар повредил водонепроницаемую переборку? Многие предполагают, что открыт огонь нанес ей фатальные повреждения, и потеряв прочность, она сломалась под весом воды и способствовала быстрому затоплению Титаника. Я так не думаю, жар не мог быть настолько сильным, чтобы ослабить прочность переборки. По свидетельствам старшего кочегара Фредерика Барретта, где он подробно рассказывает о прорыве переборки, он сказал, что был в пятой котельной, куда переместился, когда затопил шестую котельную. Барретт упоминает о каскаде зеленой воды, под напором, вливающейся между котлами. Люди истолковали его слова, как обрушение переборки. Я же думаю, Барретт стал свидетелем прорыва стенки угольного бункера, который не является водонепроницаемой, изготовленной из тонкой стали. Барретт был единственным, кто видел, как заборная вода поступала между листами обшивки судна, вопустевший бункер и в пятую котельную. Он закрыл дверь бункера, которая представляла собой всего лишь скользящий кусок металла на дорожке рельсы, она абсолютно не герметична. Она удерживала воду некоторое время, пока заборная вода не начала накапливаться над водонепроницаемой переборкой. Я думаю, что дополнительное давление в конце концов привело к тому, что стена бункера лопнула. Причина, по которой я говорю стена бункера, а не сама переборка, заключается в моем военно-морском опыте борьбы с повреждениями, где мы активно пользовались тренажерами-симуляторами. Фактически, нас бросали на тонущее судно, где нам приходилось бороться с водой. Если бы это было обрушение переборки, я с полной уверенностью могу сказать, что Барретт не успел бы взобраться по лестнице и выбраться из котельни. Скорее всего, он увидел менее ужасающее происшествие – разрушение тонкой стенки бункера. Я не верю, что металл переборки, по крайней мере все клепанные соединения с рамой, были повреждены до такой степени, что, как предполагают некоторые люди, данная часть конструкции не выдержала давления и обрушила всю переборку. Я вообще не верю, что такое могло произойти. Итак, вот что нам известно. Во-первых, уголь в бункере правого борта Титаника отлил с того момента, как начались ходовые испытания и был ликвидирован за день до столкновения. Во-вторых, это не сильный пожар, поскольку люди, работающие в ограниченном пространстве в течение нескольких дней, не упоминали о каких-либо серьезных последствиях для здоровья. В-третьих, Титаник повредил правый борт, и туда же он начал клиниться. Благодаря компьютерным симуляциям мы выяснили, что любое судно, находясь в аналогичной ситуации, обычно заваливается на правый борт и тонет в течение часа полутора. По существу, мы даем ту же оценку живучести судна, которую отвел Томас Эндрюс после осмотра повреждений Титаника. Но мы также знаем, что лайнер продержался намного дольше, чем предполагал Эндрюс. Более того, тонущий Титаник из ряда факторов повел себя иначе, и даже компьютерное моделирование не смогло их учесть. Титаник поменял сторону крена и затонул, развернувшись на левый борт. Таким образом, связывая все известные факторы вместе, единственная переменная, которая объясняет некоторые нюансы в процессе затопления Титаника, это воздействие на стабильность, вызванное опустошением угольных бункеров во время борьбы с тлением топлива. В действительности, именно пожар в угольном бункере стал для выживших пассажиров и команды непотопляемого судна ангелом-хранителем. Поскольку манипуляции с углем помогли удержать пароход в стабильном состоянии достаточно долго, чтобы благополучно спустить на воду все спасательные шлюпки, прежде чем корма Титаника завалилась на бок и затонула. Пожар в угольном бункере, который продлил конец Титаника, спас жизни тех немногих людей, кому удалось попасть в спасательные шлюпки. Переведено и озвучено специально для историка-исследовательского сообщества Титаник.